Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж! А мы продолжаем и мы продолжаем серию наших видео о всех моделях автомобилей ВАЗ от копейки до самых последних Гранд Вест. И сегодня у нас на очереди ВАЗ-2104 и сегодня мы поговорим о ее плюсах и минусах. Кто смотрел предыдущие видео, знает, что я относительно негативно отношусь к ВАЗ-классикам по нескольким причинам, потому что они морально устарели, у них древняя конструкция двигателя, древняя конструкция ходовой, уставшие кузова, но есть у них и свои плюсы. Допустим, у ВАЗ-2104 у него есть свои плюсы. То есть, выпускались достаточно до поздних годов, соответственно, при желании можно найти ее с живым кузовом. Если есть кузов, соответственно, есть машина. По двигателям, за время эксплуатации классиководы любят менять двигателя, там может у вас быть какой угодно двигатель. Да, и вы можете поставить от копеечного, одиннадцатого, троечного, шестерочного до тайговского. То есть, поэтому, и так же самые редукторы, коробки классиководы, вот это любят менять, такие винегреты. Поэтому, опять же, остановлюсь на моментах в том, что двигатель древний, древняя масляная система ненадежная, древняя система зажигания, древние карбюраторы стоят, там Азоны, Веберы. То есть, вот эта цепь, которая постоянно тоже и забирает, во-первых, мощность от двигателя, и, во-вторых, является тоже древней ненадежной конструкцией. Те же рокера, это очень древняя конструкция, которая крадет фазу с распредвала. И очень часто в комментариях там вижу, что пишут, и каждый день тоже мне так рассказывают классиководы, они вообще любят легенды рассказывать. Та вот, там Нива, Харьковская, на ВАЗовском двигателе, 700 лошадей там, вот-то какой потенциал у нашего двигателя. Запомните, во-первых, я лично знаю владельца этой Нивы, потому что я выступаю на чемпионатах Украины, там, где и он выступает, поэтому я знаю и эти Нивы, у него их две, есть вторая с ЛСным двигателем, там, за 1000 лошадей. Ну, а, допустим, про классический. Запомните, когда у вас турбодвигатель, там уже зависит мощность от трёх моментов. Это размер турбины, давление надува, и третье, это нужно просто обеспечить двигатель надёжностью, который выдержит это давление. Там, да, вроде как бы классический двигатель, но блок залит цементов для прочности, кованые поршня, кованые шатуны, то есть там, грубо говоря, только болванка. И неважно турбине, в какой двигатель дуть, 8-клапанный, 16-клапанный, классический, не классический, это без разницы. Плюс машина ездит в драги, в драги стартанули, три передачи там переключил, грубо говоря, и уже на финише. То есть, ну, двигатель очень короткое время работает в нагрузке, соответственно, поэтому там по той причине залит блок, там вода только циркулирует. И к чему это всё? Ничего общего тот проект не имеет с вашими классиками. Запомните, не стройте себе там иллюзии, что у вас какой-то супермощный двигатель. Я же не рассказываю там, что вот, там, в России уже там, в ВАЗовских 16-клапанников, там, под тысячу лошадей снимают и едут, там, бешеные времена на драги. Я просто показываю реальные примеры со своих автомобилей. Так вот, классика воды. Ничего общего это Нива с вашими классиками не... Постройте вот такую мощную классику, и тогда будете там рассказывать, о, какой крутой потенциал классического двигателя. На этот проект ушло очень много лет труда и денег. Это, ну, я считаю, как бы... Это прикольно, но никто с вас этого не будет делать. Вы будете там ездить на этих убитых, собранных с металлолома классических двигателях, которые жрут, гудят и нифига не едут. То есть, поэтому ничего общего оно с этим не имеет. Сам по себе двигатель древний, как и вся ходовая, куча рычагов, куча шаровых, куча... И то, что там говорят, ой, там дешевле в обслуживании, чем переднеприводные вазы. Да не дешевле оно, потому что... Не забывайте, что у переднеприводных вазов вся подвеска спереди, там... То, что у вас сзади еще там полуося, редуктор, это все собрано в один элемент. Вот и все. А в любом случае, переднеприводные вазы дешевле обслуживать. В два раза меньше шаровых, в три раза меньше рулевых наконечников, в два раза меньше рычагов. То есть, соответственно, и сама по себе конструкция более современная и надежная. Какие плюсы, именно вернемся к ВАЗ-2104, какие все-таки у нее есть плюсы? Новый, относительно свежий кузов можно найти в сравнении с той же двойкой. Кто хочет ее использовать для зимнего дрифта, очень хороший вариант, потому что универсалы уже доказано, что рулят в зимнем дрифте. Опять же, крепкий кузов будет вам выдерживать ваши нагрузки. Для практичности семейная такая машина, для хозяйства, так сказать, выкинул задние сидения и куча пространства, грубо говоря, пикап такой непалевный, можно там что-то возить. Я наблюдаю, как некоторые там какие-то мешки, дрова возят, затонировал, никто не видит, там пружины кинул, летит, а там перевозит, что надо и не надо. Поэтому, ну, четверка прикольная машина, но, опять же, сама по себе конструкция ее морально устаревшая. То есть, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.